В детском отделении Пензенского областного онкологического диспансера встречали гостей. Разные люди, объединенные одной бедой и единой задачей, собрались вместе, чтобы поддержать друг друга. К благотворительной акции «Мы с тобой одной кровью» присоединилась и съемочная группа наших коллег. Иеромонах Гермоген принял монашеский постриг не случайно. Страшный диагноз – злокачественная лимфома. Поставленный в 17 лет, многое заставил изменить в жизни. И, значит, в момент лечения первое время было очень тяжело это все переносить. Конечно, было уныние и тоска, почему вот именно я, почему вот как-то вот, не знаю, все как-то все, все сошлось на мне. Но потом уже как бы смирясь со всем вот этим, со мной происшедшим, я стал как бы, ну, потихоньку именно выцерковляться. Тогда, 8 лет назад, будучи еще подростком, в миру Александр Кудряшов почти год лечился в детском отделении Пенсинского онкологического центра. Молился за врачей и о своем выздоровлении. Рак отступил. Свои истории иеромонах Гермоген теперь старается делиться с теми, кто попал в аналогичную ситуацию. Рассказывая свою историю, мне хотелось бы вам сразу пожелать той искренней и веры в свое исцеление телесное, чтобы вы обязательно были уверены и не падали духом в свое выздоровление. В год и шесть месяцев очаровательной малышке Ксении тоже пришлось выдержать длительное лечение и выстоять в борьбе с тяжелой болезнью. Но, конечно, надежды терять нельзя. Конечно, мы смеемся, веселимся. Мы надеялись, знали и не грамм не теряли надежду на то, что все будет хорошо. А теперь у нас вот такая вот оптимистка, которая приходит всегда в отделение на проверку. Даже клоуну Пете пришлось играть с малышами в маске. Здесь эта необходимость. Любая инфекция может привести к непоправимым последствиям. Но такая преграда нисколько не мешает общению. Позитивные эмоции, говорят врачи, при лечении тоже важны. Победить недуг и маленькой Ксении, и романаху Гермогену помогла в том числе и донорская кровь. Почти всем пациентам отделения ежедневно нужны ее компоненты. В настоящее время лечение достаточно агрессивное. И потребности в компонентах крови, конечно, у нас растут год от года. Но благодаря этому наши дети имеют шанс выздоравливать и выживать. Мы призываем всех, кто здоров, кто сможет сдавать кровь, прийти и поддержать этих детей, и сдать капельку своей крови для спасения их жизни. Именно в День защиты детей организаторы акции, сотрудники станции переливания крови, хотели еще раз привлечь внимание к проблеме донорства. Потому что только человек способен жертвовать собой ради ближнего. Субтитры создавал DimaTorzok